Полезный город Полезный город Полезный город в которую у нас включается индивидуальная газовая плита, газовый шланг, подводка, счётчик и газовая труба до запирающего устройства на стояке. Вот это всё у нас индивидуальное внутриквартирное газовое оборудование. То, что мы видим на кухне, да? Да. От запирающего устройства и выше, и вся разводка по дому – это внутридомовое газовое оборудование. Ответственность управляющей организации по обслуживанию газового оборудования касается только внутридомового газового оборудования. Проводится данная проверка один раз в год специализированной организацией. При этом собственнику, вот в моменте, когда к нему приходит специализированная организация, ничего дополнительно оплачивать не надо, так как данная услуга, она входит в стоимость содержания, которую собственники оплачивают ежемесячно. По этому критерию также собственники могут определить, кто к ним пришел. То есть, конечно, мы всегда вывешиваем объявление, что у вас будет проводиться данная проверка, но при данной проверке никакие дополнительные деньги собственников не берутся. Все, что касается внутри квартирного газового оборудования, это, конечно, ответственность собственника. Собственник обязан заключить договор на проверку своей индивидуальной газовой плиты с специализированными организациями, которые у нас в Кирове есть. Самая основная, конечно, это Газпром. И здесь тоже есть такой момент, что при заключении договора с Газпромом денег с собственника при проверке плиты не берут. Вот эта сумма включается в квитанцию, по которой вы оплачиваете газ. То есть, это тоже как критерий, что это та организация, которая может проводить данный вид обслуживания газового оборудования. Есть и другие у нас специализированные организации, но у которых нет возможности включить в квитанцию с газом. В этом случае, конечно, надо всегда консультироваться со своей управляющей организацией, которая подскажет, расскажет, да, может эта организация проводить обслуживание, либо она не может его проводить. Давайте напомним еще регламент встречи этого специалиста. Он обязательно должен представиться, да? Удостоверение некое должен предъявить? Обязательно, но всему этому предшествует объявление. И еще до посещения вы можете проконсультироваться либо по телефону, указанному в объявлении, либо в управляющей организации. И тогда уже в конкретное время вы будете знать, что да, к вам пришел именно тот специалист, который должен прийти. Я рекомендую пускать таких специалистов все-таки в квартиру. Если в подъезде проживают пожилые граждане, которые, как вы видите, не могут в силу своего возраста, например, уже адекватно оценивать ситуацию, какие-то проживают семьи асоциальные, которые тоже вызывают какие-то опасения, вы обязательно должны о таких гражданах сообщать в управляющую организацию. Мы взаимодействуем с «Газпромом», они выходят на проверку и отключают газ в таких квартирах, которые вызывают опасения при использовании газового оборудования. То есть есть такая возможность в индивидуальном порядке приостановить подачу? В индивидуальном порядке, да, и это надо делать обязательно. Потому что, как показывает практика, именно вот из-за таких соседей... Неблагонадежных, да. Неблагонадежных, да, которые не осуществляют проверку, используют газовое оборудование, тоже могут не по назначению. И происходят различные происшествия. То есть это надо делать обязательно. Это вот что касается газового оборудования. Ну, всё-таки хочу задать этот вопрос. Мы же прекрасно знаем, что у нас периодически происходят эти волны, да, посещения якобы псевдо, да, вот этими проверяющими, которые ни с того ни с сего у тебя возникают на пороге. Как вести себя с ними? С ними не надо никого пускать в квартиру. Это первое... Не открывать дверь сразу простой совет. Самый простой совет. Если не было никакого предупреждения. Потому что к нам обращаются собственники зачастую, и которые уже пустили, уже поменялись. Сейчас очень активно идёт предложение замены гибкой газовой подводки. За определённую сумму уже поменяли, и после этого только нам звонят. То есть, соответственно, в этом случае, конечно, мы также сообщаем в нашу обслуживающую организацию, чтобы они проводили проверку. Так как большинство случаев связаны именно с газовой гибкой подводкой, с этим шлангом. Слушайте, ещё периодически фигурируют в новостях сообщения о том, что некие газоанализаторы собственникам предлагают установить. Что это такое, я не знаю, не сталкиваю. Это тоже вид мошенничества, да? Да, ни к чему. Также не надо менять счётчики не специализированной организации, счётчики на газ. Тоже это зачастую приводит к тому, что их устанавливают неправильно, либо счётчики эти некачественные, и тоже может привести к утечке газа из вашего газового оборудования. То есть, вот это касается у нас газового оборудования. Вторая составляющая, которая у нас приводит к происшествиям, это накопление газовоздушной смеси. По какой причине оно может происходить? По причине отсутствия воздухообмена в помещении. Поэтому в законодательство у нас в 2020 году были внесены изменения, и сейчас управляющая организация проверяет вентиляционные каналы 3 раза в год. Это происходит в начале отопительного сезона, в середине отопительного сезона и в конце отопительного сезона. Вот уже скоро, да? Да. Многим может показаться, что это большее количество раз. По причине того, что наша обслуживающая организация, да и любая, выходит на дом, не все собственники есть... Непосредственно в квартире у себя. Да, в этот момент. То есть им приходится выходить и повторно, и второй раз, и третий. И получается, что практически весь год, периодически... Вы наведываетесь. Да, мы проверяем вент-каналы, но они должны быть, конечно, все проверены. После проверки обслуживающая организация нам составляет отчет, акт, и, соответственно, на основании этого акта уже дальше проводятся работы либо самостоятельной управляющей организацией, либо, опять же, специализированной организацией. То есть это прочистка вент-каналов, устранение засоров, выявление наличия тяги вент-каналов. А с чем обычно бывает связано, что вентиляция засорилась? Это сами собственники виноваты или, может быть, внешние какие-то факторы? Зачастую это внешние факторы. Это завалы строительного мусора, попадание птиц. Но здесь еще хотелось бы на что обратить внимание. Наличие, так скажем, тяги в вентиляционных каналах – это еще не весь спектр необходимых действий, которые надо произвести. То есть у нас воздухобмен, он в том числе обеспечивается при точной вентиляции. Почему такое количество сейчас проверок вент-каналов? Потому что, так скажем, увеличилось количество установок пластиковых окон, металлических дверей, и в этом случае жители квартиры полностью ограничивают себе приток воздуха. Ну, как мы говорим, перестает дышать, собственно, да, жилище? Да, то есть обязательно должны быть приточные вытяжные клапана, устанавливаться на пластиковых окна, обязательно должна быть приточная вентиляция. Потому что сама утечка газа в помещении, она еще не дает последствий серьезных при наличии достаточного воздухообмена. Если его нет, то, соответственно, это может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому обязательно обращать внимание на приточную вентиляцию, проветривать, устанавливать клапана. Значит, дальше также вытяжки, которые устанавливаются над газовым оборудованием, они полностью перекрывают выход воздуха через вентиляционный канал. Они используются только при приготовлении пищи. Поэтому это также способствует уменьшению воздухообмена в помещении. При отсутствии воздуха притока кислорода также не до конца может производиться сгорание газа при приготовлении. Это тоже негативно влияет на и воздухообмен, и вообще нахождение в данном помещении. Поэтому на это сейчас тоже также обращается внимание. Не только мы проверяем вентиляцию, не только отток воздуха, но и приток воздуха. Эти все проверки, обследования, они тоже входят в общую плату, да? Да. То есть проверка вентиляционных каналов... За это отдельно ничего не берется. Отдельно ничего не берется. Отдельно ничего не берется. Если у наших слушателей возникнет желание подробнее пообщаться со специалистами, УК Паритет по данной теме, куда обращаться? В управляющую компанию, конечно, в офис. В офис все расскажем, все объясним. Кроме того, помимо плановых проверок, собственник может в любое время обратиться в управляющую компанию с заявлением по проверке вентиляционного канала. Период все-таки есть там, да, какая-то периодичность. Если в межпроверочный интервал что-то почувствовали, что-то поняли, то без проблем обращайтесь в управляющую организацию, мы вам направляем специалиста. Благодарю. Анна Клепикова, директор управляющей компании Паритет. Полезный город